Вы смотрите программу События. Они путешествовали по улице Ленина колонной, держа в руках таблички с фотографиями пинчан, не вернувшихся живыми с той войны. Их имена выбиты на гранитной плите у подножия памятного знака воинам-интернационалистам. На митинг-реквием собрались ветераны афганской войны, родственники погибших, представители власти и общественности. В Пинске помнят ищтят солдат, погибших в мирное время. Ветераны-интернационалисты пользуются пинчан особым почетом и уважением. Сегодня ветераны-афганцы принимают участие во всех социально значимых мероприятиях и представляют одну из самых активных категорий граждан. В настоящее время в Пинске и Пинском районе проживают 425 ветеранов боевых действий войны в Афганистане. По словам председателя Совета Пинской городской организации «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане», ряды бывших афганцев редеют. Многие не доживают до пенсии. Война навсегда оставила свой отпечаток в их жизни. Сейчас тяжело определить, нужна ли была данная война или нет. Хотя об этом спорят многие политики, историки, другие специалисты. Однако все мы, прошедшие данное испытание, с уверенностью можем сказать, что подобное в дальнейшем не допустим. По окончании митинга мероприятие продолжилось в стенах Пинской районной библиотеки имени Евгения Янищец. Здесь прошла встреча с родственниками погибших в Афганистане жителей Пинского района. Таких девять. На встречу пришли представители районной власти, палаты представителей и другие. 31 марта 2020 года. Это последний срок подачи налоговой декларации. Пинчане, которые получали доходы, подлежащие налогообложению, могут обратиться в любой налоговый орган, независимо от места жительства. Исключение составляют нотариусы и адвокаты. Декларацию можно предоставить лично, по почте, по полномоченным представителям физического лица на основании доверенности, законным представителям физического лица, либо через личный кабинет плательщика на сайте Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь. Это очень удобно, так как не требует посещения налогового органа. Для тех, кто собирается подавать декларацию в электронном виде, необходим доступ к личному кабинету. Его можно получить двумя способами – с помощью логина и пароля, либо ключа электронной цифровой подписи. К слову, логин и пароль можно получить в любой инспекции по налогам и сборам, независимо от места постановки на учет. При себе необходимо иметь лишь документы, удостоверяющие личность. Учетную запись и пароль выдают бесплатно. Более того, налоговый инспектор при необходимости покажет, как заполнить декларацию в электронном виде. На сегодня данный способ подачи самый простой и удобный. В 2019 году процент деклараций, подданных через личный кабинет в Пинском районе, составил более 62%. Налоговый орган до 30 апреля 2020 года должен рассчитать сумму подоходного налога к уплате и вручить плательщику извещения. Произвести уплату рассчитанного и предъявленного налоговым органом подоходного налога необходимо не позднее 1 июня 2020 года. Более подробно с порядком заполнения декларации и доходами, подлежащих налогообложению, можно ознакомиться на сайте Министерства по налогам и сборам www.налог.gov.by По информации Пинского горра и отдела по чрезвычайным ситуациям, с начала года произошло 12 пожаров. Два из них на прошлой неделе. В понедельник 10 февраля горел жилой дом на улице Школьной в деревне Бакеничи. По предварительной версии, племянник хозяина дома неосторожно обращался с огнем во время курения. В результате попал в Пинскую районную больницу с предварительным диагнозом – отравление продуктами горения и алкогольная интоксикация. Во время пожара пострадало имущество в доме, частично перекрытие и 10 квадратных метров кровли. В воскресенье утром 16 февраля в Пинске на улице Достоевского загорелась баня. Бревенчатое строение было полностью охвачено огнем. Через 18 минут после прибытия пожарные ликвидировали возгорание. Однако огонь успел уничтожить кровлю, перекрытие и все имущество внутри бани. Причина пожара устанавливается. 12 февраля в среду спасатели выехали на место дорожно-транспортного происшествия. На 82-м километре дороги Ивацевич и Пинск-Столин возле деревни Ставок столкнулись два легковых автомобиля – Ауди и Фольксваген. Согласно предварительной версии, 27-летний пинчанин, управляя автомобилем марки «Фольксваген Пассат», выехал на встречную полосу, где столкнулся с Ауди 100, который управлял 66-летний пинчанин. В столкновении, как сообщается, сильно пострадали водители транспортных средств, а также 27-летняя пассажирка, которая ехала в авто марки «Фольксваген». Водителя Ауди зажало элементами кузова. Ему потребовалась помощь спасателей. Прибывшие к месту сотрудники пинского ГРОЧС деблокировали пострадавшего и передали его медикам. Все пострадавшие в ДТП с травмами различной степени тяжести были доставлены в ближайшую больницу. Как отметили в ГАИ, удивительным образом в аварии не пострадала 4-месячная девочка, которая находилась в салоне авто без удерживающего устройства. Магазин «Военторг» предлагает широкий ассортимент камуфлированной одежды, сувениров и спецодежды. А если речь идет о подарках ко Дню защитников Отечества, то выбор здесь просто шикарный. От тематических кружек до костюмов в стиле милитари. Все зависит от ваших финансовых возможностей. Консультанты магазина помогут подобрать одежду для охоты, рыбалки или повседневной носки. Предложат большой выбор атрибутики на военную тематику и многое другое. Обратите внимание на эксклюзивную подарочную коробку, содержимое которой вы можете сами сформировать. «Военторг» – магазин для настоящих мужчин. И в этом вы убедитесь сами, когда придете сюда за покупками. Если вы не можете определиться с подарком, вы можете приобрести у нас вот такие сертификаты на любую сумму. Благодаря этому сертификату мужчина может сам исполнить свое желание в нашем магазине. Адрес магазина в Пинске. Улица Интернациональная, 53, дробь 17. Успейте купить подарки к празднику. Пинск стал местом проведения международного турнира по хоккею с шайбой «Полезские надежды». За призовые места и кубки боролись юные спортсмены 12 лет и младше. Организовала турнир пинская компания «Артист Стейбл». У нас на этом турнире участвует 8 команд. Две команды представляют Латвийскую республику, участвует еще команда из Украины, Донбасс, Дружковка. И остальные у нас в принципе все представители Белоруссии. Среди белорусских команд одна представляла Минск, остальные – Брестскую область. Юные хоккеисты приехали из Лунинца, Ивацевичей, Березы. Честь столицы Полесья защищала команда «Пинские ястребы». Международный турнир проходил три дня с 14 по 16 февраля. Каждая из команд сыграла по пять игр. Итог таков. Первое место и кубок победителя завоевала команда из Риги Парадаугава. Команда юных хоккеистов из Пинска оказалась на шестой строчке в турнирной таблице. Двое пинских ястребов были отмечены в следующих номинациях. Владислав Лавренко стал лучшим игроком команды. Егор Колб завоевал титул «Полезный игрок турнира». На этой неделе в городе пройдут следующие культурные мероприятия. В среду, 19 февраля, Полеський драматический театр покажет притчу в двух действиях «Очень простая история». Начало спектакля – 18.00. В это же время, в четверг, 20 февраля, актеры театра Андрей Дмитриченко и Елена Андреева сыграют спектакль «Скамейка». В пятницу, 21 февраля, два мероприятия пройдут в городском концертном зале. В 12 часов дня состоится гала-концерт второго регионального фестиваля старинной музыки «Старожитные узоры». Вечером этого же дня с концертом выступят Никита и Юрий Монины, гитарист и балалайочник из Бреста, лауреаты международных конкурсов и фестивалей. Начало концерта – 18.00. Прогноз погоды на 19.00. По Беларуси ожидается облачная погода, преимущественно без осадков. В Бресте плюс 8 днём, ночью плюс 2. В Витебске 4 градуса тепла днём, ночью плюс 1. В Гомеле днём 7 градусов выше нуля, ночью плюс 1. В Гродно днём плюс 7, ночью плюс 2. В столице Беларуси днём 6 градусов тепла, ночью 1. В Могилёве плюс 5 днём, плюс 1 ночью. В Пинске 19 февраля ожидается облачная погода, ветер западный 4 метра в секунду. Температура воздуха днём плюс 7, ночью ожидается 2 градуса выше нуля.